Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, киноактрисами, их биографией и рассматривать фотографии. Марика Рёк. Немецко-австрийская киноактриса, танцовщица и певица венгерского происхождения. Рассвет карьеры, который пришелся на нацистский период в немецком кино. Я пользуюсь Википедии. Мария Каролина Рёк родилась 3 ноября 1913 года в Каире в семье венгерского архитектора. Летом 1614 года семья вернулась в Будапешт. Рано распознав талант Марики, которым много и с удовольствием танцевала, мать записала ее на уроки танцев. Первое публичное выступление дочери было организовано на деньги отца, который после войны стал строительным предпринимателем. В 9 лет Марика впервые представила на сцене 12 танцевальных номеров, получив одобрительные отзывы. В 1124 году семья переехала в Париж. Марика продолжала заниматься хореографией в русской балерине Рудковской. В 11 лет начала солировать в составе балетной группы Гертруда Хоффман. В 1125-1929 годах в составе той же группы танцевала на Бродвее в Нью-Йорке и других городах США. Там же продолжила свое танцевальное образование. Училась американскому стилю, в кавычках, у Неда Вейберна. В 1129 году вернулась в Европу, выступала в оперете, в Варите, в Монте-Карло, Берлине, Лондоне, Париже, Канне, Будапеште и Вень. В 1130-м дебютировала в кино в эпизодической роли музыкальной комедии «Почему моряки покидают дом» в 1130-м год английского режиссера Монти Бэнкса. В 1133-м получила первую большую роль в комедийном музыкальном фильме «Поиск привидений». В 1134-м немецкая киностудия заключила с Марикой Рёк двухгодичный контракт. В 1135-м она снялась в своем первом немецком фильме «Лёгкая кавалерия» под наименной оперете Франца Фонзуппе. С этой картины, повествующей о жизни артистов цирка, началась ее карьера в кино Третьего Рейха. В 1140-м Марика Рёк вышла замуж за режиссера Георга Якоби, который с 1135-го года снимал фильмы с ее участием. Стала одной из крупнейших кинозвезд своей эпохи. В 1141-м году в дуэте с Вилли Фритчем она сыграла главную роль в первом цветном немецком фильме «Женщины все же лучшие дипломаты». А вершиной ее кинокарьеры стала цветная музыкальная комедия «Девушка моей мечты» в 1144-м году. Самым большим поклонником Марики Рёк после Гитлера был Геббельс. Фюрер посылал ей розы, а министр пропаганды якобы даже похлопал ее по колено под стулом. Гитлера она благодарила за внимание в телеграммах и письмах. Вот одно из них. «Если мне, мой фюрер, хоть на несколько мгновений удалось развлечь вас и немного отвлечь от вашей ответственной работы, я бесконечно горда и счастлива». В 1944 году Имперское министерство народного просвещения и пропаганды включило ее в список одаренных от Бога, который составлялся при личном участии Гитлера, и в который вошли самые видные деятели культуры и искусства национал-социалистической Германии. В своих воспоминаниях Марика Рёк описала годы в Третьем Рейхе как лучшие в своей жизни. В 1848 году она возобновила карьеру киноактрисы, снявшись в австрийских фильмах. В 1951 снова играла в немецких фильмах своего мужа. В 1858 вернулась на сцену и до 1986 года играла и пела в оперетах в Вене, Мюнхене, Гамбурге и Западном Берлине. В 1985 сыграла свою последнюю роль в кино в фильме «Замок Кёнгесвальд» Петра Шамани. Ее последние выступления состоялись в 1996 году на весеннем фестивале народной музыки в Германии. Несмотря на преклонный возраст, она старалась сохранить хорошую физическую форму и бодрое расположение духа. В 90-летнем возрасте Рёк активно работала над выпуском «Ревью», который так и остался незавершенным. С 16 мая 2004 года она умерла от инфаркта в своем доме в Бадене под Веной. Похоронена на местном кладбище. Вот так вкратце из Википедии о немецко-австрийской киноактрисе, танцовщице, певице венгерского происхождения, расцвет карьеры, который пришелся на нацистский период в немецком кино, Марика Рёк. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.